Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалум алейхам. Подошла к концу череда осенних праздников Господних. И мы с вами возвращаемся к обычному изучению Священного Писания, как это принято было у нас. Я напомню, что мы остановились в 9 главе книги «Деяния апостолов», когда апостоль Шауль или Павел, как его больше знают, уверовал. И вот мы продолжаем читать его историю и историю остальной общины уверовавших в Ешоу. Я хочу прочитать из 9 главы, начиная с 20 стиха. Напомню только, что я традиционно читаю из перевода Штерна, но в качестве субтитров вставляю в уроке текст, записанный в синодальном переводе. Сразу же он начал провозглашать в синагогах о том, что Ешоа – сын Божий. Все же, услышавшие его, изумлялись и спрашивали, разве это не тот человек, который хотел истребить вырушалами всех призывающих это имя? Ведь он для того и приехал сюда, чтобы брать их под стражу и отвозить руководящим Каганием. Однако Шауль, все больше и больше наполняясь силой, приводил в замешательство евреев, живущих в Дамаске, доказывая, что еще Мессия. Какое-то время спустя неуверовавшие евреи, собравшись, замыслили убить его. Первый момент, который я хочу здесь прояснить, в данном переводе специально упоминается вот эта формулировка стоит «неуверовавшие евреи», хотя слова «неуверовшие» нет, ни в греческом, ни в синодальном переводе, в синодальном просто «иудеи». Для чего? По сути, мы видим на страницах книги «Деяния апостолов», что вся еврейская община начинает делиться на две части. Первая – это те, которые, услышав благую весть, ее приняли, и вторая – которые не приняли. Дальнейшим мы будем видеть и в посланиях, и в «Деяниях апостолов», что вторые, не принявшие, называют просто «иудеи». Тогда как «уверовавших» в начале книги называют просто «учениками» или последовавшими за Ишовов, в дальнейшем появляется слово «христиане». Я это говорю к тому, что мы должны избавиться вот от этого современного бэкграунда, который нам дает в это слово какие-то, в этот текст приносит какой-то антисемитизм. Здесь его просто нет. Но, безусловно, для нас интересно происшедшее с Шаолем. Почему? Потому что, будучи гонителем, борцом и преследователем мессианской общины, он вдруг становится последователем, причем очень яростным. И это, безусловно, вызывает раздражение со стороны, возмущение со стороны остальной части иудейской общины. Его провозглашают верооступником, ренегатом, перевертышем и так далее, и так далее, и так далее. И в конечном счете плетут по поводу него заговоры, о чем мы и читаем дальше. Однако их заговор стал известен Шаолю. Они день и ночь следили за воротами, чтобы расправиться с ним. Но под покровом ночи Талмидим взяли его и спустили по городской стене в большой корзине. И он отправляется в Иерушалайм. Я, чтобы не читать весь текст, буду какие-то вещи просто пересказывать. Он прибывает в Иерушалайм, где пытается примкнуть к другим ученикам Ешоа. Его боятся не без оснований. Широко известно было, какую роль он сыграл и в казни Стефануса. До тех пор, пока Барнамо не взял его под свою опеку и не привел к остальным апостолам, его боялись. Но когда он это совершил, стал проповедовать. Мы читаем с вами на страницах Священного Писания, что он беседовал и вступал по ленингу с греко-говорящими евреями. Но он родился в Россении и хорошо знал греческий язык. Это безусловно. Которые тоже покушались на его жизни. После чего община приняла решение отправить его в Тарс. В 31 стихе мы с вами читаем после сего. Мессианская община в Иуде, Галилее и Шамроне наслаждалась покоем, укреплялась. Они жили в страхе пред Господом, получая наставление от Руаха Кодыш. И число их неуклонно росло. Несколько моментов в связи с этими событиями. Конечно, переезд Шауля в Иерушалайм, на первый взгляд, противоречит человеческой логике. Но, безусловно, он здесь проявляет доверие к Богу. И, конечно, тот факт, что его сначала боялись, не внушал ему большого оптимизма. Но вместе с тем мы с вами видим, что это, в конечном счете, имело плод для Господа. И когда община приняла такие решения отправить его в Тарс, не очень понятно, чем это вызвано. Я думаю, что, помимо того, что, безусловно, была угроза жизни для Шауля, поскольку его поведение внушало раздражение. И когда община решила, что он должен отправиться в Тарс, это было воспринято в том числе и им благосклонно. Тем более, я хочу обратить ваше внимание на эти слова, что после этого община наслаждалась покоем и укреплялась. Почему? Потому что, действительно, мы должны понимать, что есть время, когда мы должны активно трудиться, да? Ну и должно быть время для отдыха и для успокоения. Что, в общем-то, произошло для общины. И я так думаю, что и для Шауля это был весьма полезный период. Почему? Потому что он тоже, безусловно, нуждался в отдыхе. В 32-м стихе мы с вами читаем такие слова. «Кефа, путешествия по провинции, пришел к верующим в Лут». Повествование снова возвращается к Кефе, к апостолу Петру. Мы с вами видим, что, безусловно, его первенство среди апостолов признаваемо всеми. Дальше мы читаем, что он отправляется в Лут. Это довольно небольшой город в то время, в 16 километрах примерно от моря. Сегодня этот город населен смешанным населением арабов и евреев. Важный момент и важный статус этого города был потому, что он находился на пересечении транспортных путей, которые шли из Египта в Сирию и, соответственно, из Яффо в Иерушалайм. Дальше мы с вами читаем, что там он нашел одного человека по имени Иней, который, будучи парализован, был прикован к постели 8 лет. Кефа сказал ему, Яней, мессия Ишо исцеляет тебя, встань и застели постель свою. Интересно, что некоторое время в повествовании Шимон отсутствовал, но отсюда нам становится понятно, чем, собственно, он занимался. Он занимался тем, что посещал верующих в различных местах земли обетованной. И вот в Луде он находит человека, который, как мы с вами прочитали уже 8 лет, лежит, не вставая с постели, и во имя Ишо Машеха исцеляет его. Точнее даже сказать так, он говорит, мессия Ишо исцеляет тебя, встань и застели постель. Иеней тотчас встал и убрал свою постель. Я хочу обратить внимание, что очень четко Священное Писание подчеркивает, что Шимон исцеляет апостол, Петр исцеляет этого человека несобственными силами. Он понимает, кто это делает. Он говорит, что еще Машех исцеляет тебя. Это раз. Второй момент, что очень часто незаметно остается в подобных текстах, мы видим, что Алл и сразу начал ходить, и сразу начал делать какими делами. То есть не просто ноги его исцелились, или причина, по которой он не мог ходить, убралась. Но еще и он мгновенно вспомнил, что такое ходить, потому что любой человек, который пролежит долгое время, он не может сразу ходить. Ему нужен период восстановления, пока он научится по новой ходить. А когда это продлилось аж 8 лет, это наверняка было бы проблемой. То есть, по сути, это было двойное чудо. И мы с вами в 35 стихе читаем, все жители Луды и Шарона видели его и обратились в Господу. И здесь я хочу подчеркнуть снова этот момент, который я очень часто говорю в своих уроках. Я не верю в бессмысленные чудеса. Я не верю в то, что Бог делает какие-то дела, и у них нет смысла. Мой Бог всегда поступает осознанно, и у него всегда есть какая-то цель и какая-то задача, которую он выполняет. И здесь мы очень четко видим чудо, и результат этого чуда – это уверование. То есть, вот для чего это чудо совершалось. Да, я допускаю мысль, что иногда мы не видим сразу результат чуда, цель, которую достигает Бог. Но чаще всего, да, такие видим, и вот здесь мы имеем дело именно таким чудом. Если вы обратили внимание, я не дочитал стих до конца. Почему? Потому что для меня остается секретом, почему при разбивке вот эта часть, вторая часть этого 35 стиха оказалась здесь. То есть, я бы однозначно отнес ее к следующему стиху, поскольку речь идет вот так. В Яфе была Талмида по имени Тавита, что означает Газель, она постоянно творила тздаку и делала множество других добрых дел. То есть, по сути, это одна мысль. Почему она прилепилась туда при разбивке стиха, я не понимаю. Но хочу обратить ваше внимание на то, что это показывает, насколько среди евреев действительно массово было движение у верующих в Иешуа. Очень часто нам пытаются представить, что так, что в целом Израиль был весь против. И было несколько человек, которые уверовали там 12 апостолов, плюс еще сколько там. Нет, на самом деле на страницах Деяния апостолов мы очень четко видим, что довольно большое число, конечно, мы не можем сейчас апеллировать какими-либо цифрами, да. Но цифры явно не говорят там 1-2 человека, десяток, сотня, да. Речь идет о тысячах и тысячах. Для меня это безусловно. Здесь упоминается Яфа, чтобы вы понимали немножко библейскую географию от Луда, в которой Шимон был. До Яфа идет одна сплошная долина. Яфа это, собственно говоря, библейская иопия. Немножко я позже расскажу об этом. Тавита, мы с вами прочитали, творила цдаку, ну то есть, по сути, занималась благотворительностью. Причем интересно, что мы должны понимать, в Талмуде написано, что человек, который не совершает цдаку, не творит цдаку, не является цадик, то есть, праведник. И вот эта сестра была очень жертвена. В 37-м стихе мы с вами читаем так. Случилось так, что как раз в это время она заболела и умерла. Ее омыли и положили в комнате наверху. Поскольку Луд расположен неподалеку от Яфа, Талмедив, узнав, что Кефа находится там, послали к нему двух человек, чтобы они настойчиво просили его немедленно прийти. Ну, как я и сказал, Яфа или Яфа мы говорим иногда, в Библии упоминается в некоторых периодах, как иопия. Это очень особенный город, надо сказать. У меня в нашей группе ВКонтакте, я дам ссылочку в описании на эту группу, есть статья, посвященная этому городу. Скажу главное, что ему около пяти тысяч лет. Никогда за всю историю своего существования, даже будучи частично разрушаемым, он не был заброшенным. То есть там всегда жили люди. Ну и, конечно, тот факт, что там был порт, всегда во все времена. Подробнее вы об этом можете почитать в моей статье, посвященной этому замечательному городу. В 39-м стихе мы с вами читаем. Кефа встал и пришел с ними. Когда он пришел туда, они привели его в комнату наверху. Все вдовы стояли рядом с ним, плакали и показывали платье и верхнюю одежду, которая шила им Тавита, когда была с ними. Но Кефа отстранил их, встав на колени и стал молиться. Затем, повернувшись в тело, сказал Тавита, встань. Она открыла глаза и увидела Кефу, села. Он подал ей руку, помог подняться. Затем, позвав верующих и вдов, показал им ее живой. И это стало известно по всему Яфа. И многие уверовали в Господь. Опять мы видим с вами вот эту логику, когда Бог совершает чудо, довольно большое чудо. Надо признаться, немногие могут похвастаться в своей жизни, что видели воскресших из мертвых. Мне довелось нечто подобное наблюдать в своей жизни здесь, в Израиле. Но, в принципе, не так часто встречается подобное чудо. Но, вместе с тем, я хочу обратить ваше внимание не столько на чудо, насколько на результат. Помните, я повторял, и буду еще это повторять, что я верю, что у чудес Божьих всегда есть результат, даже если он иногда нам не виден. А именно, мы с вами прочитали, что по всему Яфа многие поверили в Господь. Вот это главная цель, на мой взгляд, большинства чудес Божьих, хотя, наверное, не единственная. Но, вместе с тем, когда я читаю на страницах Священного Писания, что совершилось чудо, и люди уверовали в Бога, я понимаю, что это было чудо Божье. И 43 стих мы с вами читаем последний в нашей главе. Кефа гостил в Яфы еще некоторое время у Шимана Дубильщика. Странно, знаете, должен сказать, что я читал в некоторых комментариях, что якобы Шиман Дубильщик был человеком нечистым в силу своей профессии. И вот пренебрегая, как бы, якобы законом, Шиман вошел к нему в его обитель, как бы проявляя таким образом свою благосклонность. На самом деле, профессия Шимана абсолютно не говорит о том, что он был нечист. Тем, что он работал с кожей, это еще не значит, что он становил чистым. Ну, как вы, может быть, знаете, логика такая, что если кто-то прикасается к мертвому телу, то он нечист. Причем есть разница, прикасаться к мертвому телу человека или прикасаться к мертвому телу животного. Даже если предположить, что Шиман был вынужден прикасаться к мертвому телу животного, то нечист он мог быть только все равно, только до вечера, когда он совершал мекве, и после этого он снова становился чистым. Так гласит Тора. Но вместе с тем, нигде никогда не сказано, что человек, который работает уже с последующим, так сказать, инструментом, да, с последующим, то есть не с самим плотью, да, а берет кожу, что он становится нечист. Это принципиальная разница, надеюсь, вы понимаете, касаться мертвого животного или работать с кожей, которая, да, нуждается в дальнейшей очистке. То есть ни о какой нечистоте здесь речи идти не может, и точно не может идти речи о пренебрежении Шиманом заповедей Господних, прописанных в Тор-Ат-Маше. Здесь же мы останавливаемся на том, что Шиман вошел в этот дом и остановился там. Вот это то, что у нас касаемо окончания девятой главы. Да благословит вас Господь. До следующей недели. В общем, еще. Машех. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok